В начале своего выступления хочу еще раз выразить слова благодарности и истинной признательности Медицинским работникам, начиная от маленькой нянечки до врача и руководителей здравоохранения Сегодня карантин, сегодня каникулярные условия, но только медицинские работники не бросают свой пост Они занимаются лечением больных, профилактикой, обследованием, выезжают на вызыва, принимают больных в поликлинике За это вам большое спасибо, мои коллеги, большая признательность Только вы, если все мы вместе вот так вот будем делать, выполнять присягу врача Республики Казахстан досконально То мы, конечно, победим этот недуг Казахстанцы сильные люди Мы пережили голод, мы пережили войну, мы пережили время 90-х годов Но, как вы видите, мы встали на ноги Экономика, промышленность, здравоохранение Стали расти, стали двигаться вперед И мы вошли в одну из лучших стран на планете Земля Сегодня хочется сказать, что вместе с медицинскими работниками Наш профессиональный союз медицинских работников Акмолинской области СИНМ Тоже делает определенную и очень важную работу Мы сегодня на исполкоме выделили около миллиона тенге для стационаров провизорных, карантинных Для сотрудников скорой медицинской помощи И также наши первичные организации этих учреждений Также оказали и свою посильную помощь Преподнесли такие очень нужные пакеты Пакеты, необходимые сегодня для наших сотрудников Для больных, которые находятся в наших стационарах Сегодня в области уже свыше 469 инфицированных Как мы знаем, что среди них есть и медицинские работники На сегодняшний день их 28 7 человек это медицинские работники нашей Акмолинской области Мы им тоже оказываем посильную помощь Как вы знаете, беда не приходит одна В Адбасарском районе двое медицинских работников наши пострадали Сгорели их дома Мы этим медицинским работникам, медсестре районной больницы и санитарочке Выделили 200 тысяч тенге как материальная помощь Сегодня ту благотворительную помощь, которую мы выделяем и в денежном выражении Первичные профсоюзные организации вместе с руководителями наших медицинских организаций Их распределяют для нужд сотрудников Например, Акмолинская областная больница номер 2 Где находятся на карантине 114 человек Они половину суммы закинули на счета телефонов этих сотрудников Сотрудники скорой помощи порешали так, что Есть сотрудники, которые работают в городе Кокштал Но живут в селах рядом с Кокштал и снимают квартиры Они решили оплатить этим сотрудникам квартиры Другие закупают необходимые средства Например, мы решили тем заболевшим, которые в настоящее время 7 человек После их полного выздоровления Когда уже уйдет карантин от нашей республики Мы их отправим на санаторное и курортное лечение Полностью, 100% оплатив их путевки Также хочу, уважаемые граждане Акмолинской области Еще и еще раз обратиться к нашим жителям Жителям Акмолинской области и города Кокштал Я как-то говорил Самое главное в карантине – это изоляция Поймите, изоляция – это первое условие для того, чтобы прервать распространение данного коварного вируса Самодисциплина и дисциплина Питание я вам посоветую, которые поднимают иммунитет И, конечно, будут поддерживать наш организм здоровым И иммунитет будет крепляться Еще раз большое спасибо, хочу сказать, нашему руководству области Которые вовремя отреагировали на данную ситуацию в области Установили карантин И сами денно и ночно заботятся о здоровье людей Не спят Помогают нашим людям И вместе с ними находятся на передовой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»